Как мы обещали, мы вам расскажем информацию. Мы проводили контрольные закупки по дизельному топливу в преддверии наступления значительных холодов в Москве на новогодние измерута праздники. Проводили эксперименты, но это все, не обращайте внимания, это все детский сад. Сейчас на вашем экране представлен паспорт на заправке. И в большинстве, в многих заправках, мы не будем говорить про плохие заправки и их бренды, потому что с нашей стороны будет некорректно. А будем говорить только в хорошую сторону. Так вот, выявили единую систему, что на заправках лобхойл, практически на всех, ну по крайней мере 5 заправок мы проверили, мы каждый раз брали паспорт. И полагаясь на основании хотя бы представленного паспорта, температура попутнения перед началом всех похолоданий за день, за два была минус 32. А вот, допустим, на некоторых других очень красивых и пафосных заправках, вот таких себе красивеньких и вроде солидных, серьезных, Просто паспорт, который мы попросили показать и вытаскивали сами, когда лежит в уголке покупателя, паспорт был представлен на температуру попутнения минус 16. Как согласно какого-то отраслевого стандарта, так и фактически. То есть, даже паспорт, который они предоставляют, уже говорит о том, что в преддверии наступления холодов это топливо нахрен замерзнет. Вот, поэтому, по крайней мере на московском рынке заправок реально отличился лобхойл. Поэтому мы не будем говорить некие негативные отзывы о плохих заправках, потому что все-таки нужно соблюдать какую-то этику. А вот конкретно скажем, что лобхойл подтвердил, по крайней мере по паспорту. Вот и все. Поэтому еще раз говорим, рекомендуем всем следить за температурой, а лучше всего имейте привычку зимой всегда добавлять либо антигель любого адекватного производителя. Кстати, есть антигель и производителя Винс или Квимоль, но компания Лондроев рекомендует БГ. Поэтому мы рекомендуем всем зимой подливать гель, чтобы не было вот этих слез, слюнь, как только морозы. Почему у меня автомобиль не заводится, а что рассказывать, какую мы вам новую волшебную таблетку или рассказываем какую-то новую информацию, когда топливо мерзет. Топливо мерзет, топливо мерзет. Аккумулятор меняете каждые три года и свечи накала хотя бы раз в 100 тысяч. И вы не будете встречаться с такими проблемами, как машина не завелась. Еще раз рассказываю, топливо имеет свойство мерзнуть. Вот так вот мутнеть, вот так вот мутнеть. Вот это вот прозрачно. И вот давать вот такие осадки еще. Если вы видите. Это наше зимнее топливо. Вы посмотрите, как оно переливается. То есть, это можно увидеть. Вот это и есть уже гелеобразование. И вот это осаживается, забивает фильтр. И сейчас температура, уже морозы спали, всего лишь минус там 10 и так далее. И все равно это топливо такое замерзшее. Поэтому делайте выводы, включайте голову. Антигель обязательно. Аккумулятор раз в три года меняйте. Свечи накала раз в 100 тысяч. На всех дизельных ландровях. Удачи вам на дорогах. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok